чуть сегодня видимо луна не в той фазе у нас первый раз включаю прямой эфир о дима ура ура дмитрий так дима отправляю запрос то мне сегодня позвонили уже три раза как только я запустила прямой эфир то нас дмитриев не получается сказать что это сегодня получилось отлично так я думаю что мы долго ждать никого не будем будем начинать на что на любом случае у нас все будет записи друзья всем доброго вечера у нас мне еще видно сегодня эфир в нашем марафоне а я вкратце расскажу что мы уже провели да у нас было вчера эфир с архитектором на тему как почему нужно выбирать квартиру с архитектором на какие нужно обращать нюансы внимание очень валера вчера все грамотно нам рассказал объяснил в том числе он затронул вопрос о том как важно правильно выбирать агентство с которым мы покупаем квартиру да как правильно работать с риэлтором как это тоже все важно потому что ну не всегда там тоже складывается да вот эфир вчерашний у нас с валерой в записи сегодня по логике мы поговорим о том собственно что вообще происходит сегодня на рынке недвижимости у нас и какие какие вообще перспективы и и что вообще будет дальше если вообще какое-то понимание потому что мне мне звонят уже некоторые застройщики говорят там купите у нас квартиру теперь она подешевела на 20 тысяч долларов целых да быстрее берите потому что расхватает и больше не будет вот поэтому дима слово вам я думаю представьтесь да расскажите вкратце кто что и вообще почему я да я еще по слову почему я именно дмитрия пригласила сегодня мы давно достаточно друг друга знаем да я знаю может семью димы было у нас уже достаточно много сделок мы дом построили да и покупали и продавали участки и дома вот и уже как бы так лет 7 наверное и я в общем то доверяю агентству загородный дом и дмитрию и отцу и денису как профессионалам своего дела и я считаю что вы достаточно экспертны в этом вопросе и в общем то можно доверить вам рассказать нам о ситуации сегодня на рынке недвижимости дим ну да всем добрый день и вечер уже вкратце расскажу какая ситуация значит я могу сказать принципе общаясь с нашими коллегами так скажем с конкурентами и обобщу их вот допустим мнение свое значит наблюдая из нашей с текущей ситуации спрос на квартиры существенно снизился потому что сейчас очень сложно многие во первых не хотят пускать к себе чужих людей а как бы большинстве случаев люди тоже сидят на карантине там либо просто в самоизоляции и не хотят лишний раз ходить по каким-то подъездам и все остальное но спрос на участки спрос на дачи вообще просто катастрофический то есть у нас начальник отдела продаж вот именно по дачам он говорит его я только в час получаю там порядка там 15 звонков и ну конечно пользуются спросом там 5-10 тысяч сдачи до 15 то есть так скажем но в то же время очень сильно возрос спрос именно вот на загородную недвижимость то есть такое ощущение как будто это вот до кризисный какой-нибудь там 2008 там седьмой год когда вот именно интересовали загородным но загородных участков становится все меньше и меньше поэтому спрос на них растет и иногда даже видишь когда допустим участок покупает за сто двадцать тысяч а рядышком стоит дом за сто пятьдесят и его никто не покупает хотя ну там понятно что не два не тридцать тысяч вложено то есть в люди хотят реализовать свои проекты что даже землю просто да именно пустую землю потому что пустой земли нету и очень многие так скажем хотят именно свои проекты не хотят ну чью-то концепцию применять себе поэтому спрос на загородную недвижимость будет расти даже вырос именно количество звонков по элитной недвижимости дорогой звонят с казахстана звонят с россии очень много звонков с россии в последнее время у меня есть пару объектов таких дорогих элитных на берегу я могу сказать что у меня такого спроса на них в сентябре в октябре не было как сейчас то есть звонят конечно да у многих отпугивает стоимость но многие так говорят ну принципе мы на майске планируем приехать беларусь посмотреть то есть я как вижу на сегодняшний день у многих кто так скажем имел какие-то планы они именно касаемо загорода многие начали так скажем активно этот и те кто не имел мысли купить загородную недвижимость посидев в квартире там или поддержав семью и понимая что в этом году навряд ли они уедут куда-то там на майские праздники или вообще отдыхать все хотят все таки наверное какую-то свою дачу поэтому я предвижу да 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 то есть в любом случае у меня даже один клиент он позвонил в понедельник говорит семья сидит в квартире уже не могут что делать я говорю ну ищи участок потому что спрос дикий народ активно смотрит вот и во вторник он уже говорит я уже купил то есть он говорит все я уже дал задаток да он в среду там сделку провел то есть вот он за три дня ну он выбирал больше но вот в понедельник он говорит а после твоего разговора еще раз сел начал посмотрел нашел объявление съездил посмотрел во вторник еще раз женой и говорит все то есть это касаемо загород то есть загород в этом году будет так скажем в топе и стоимость на них но именно на загородную недвижимость будут расти вот особенно на Извини, буду перебивать тебя периодически. А говорит ли это о том, что те, кто сейчас хочет продать загородную недвижимость, что подождать чуть-чуть, может быть, еще, и уже стоит выставить просто по максимальной цене? Ну, очень быстро надо выставлять не по максимальной цене, а по рыночной, потому что, ну, то, что циклично, то есть, соответственно, она же не безграничный рынок, то есть, если сейчас кто-то хочет определиться перед сезоном, то они, конечно, выберут лучший вариант стоимости на качество и приобретут. То есть, если, допустим, ждать лето, то лето могут многие уже там отложить, уже скажут, а, ну, купим, может быть, в следующем году. Поэтому в этом году обязательно нужно прямо сейчас выставляться, тем более зимы не было, снега не было, подъезды были шикарные. И сейчас погода такая, что позволяет, в принципе, начать поиск уже. И любого общего скачка? Да, подъезды. Любой, да. Да, да, потому что раньше кооперативы дачные заметала, и только ближе там они к маю начинали какие-то там показы, и люди ездили. Сейчас люди ездят с марта по февраль. Ну, естественно, что, как бы, загородная недвижимость, она будет постоянно, как бы, сезонность, ну, то есть, это сезонный спрос возрастает. Но в этом году будет сезон, мне кажется, в два раза больше именно спрос, чем по отношению к 2019 году. Это касаемо загорода. Значит, квартиры. Ну, квартиры разделить на вторичный рынок и первичные. Первичный рынок – это застройщики. Застройщики действительно забоялись, ну, кто бы ни говорил, как бы они не рассказывали, что у них таким же темпом идет. Действительно, народ активно начал откладывать. Многие даже, допустим, попереносили. Особенно сильно сказался не сколько, как сам коронавирус, а сколько вот курсовые вот эти девальвации. И многие подумали, действительно, как бы, в любом случае, все же привязываются к доллару, но сделки проходят в белорусских рублях. И вот, я насколько наблюдаю, многие застройщики действительно продали старые объекты и еще какие-то квартиры по старому курсу. Соответственно, у них же подписаны и договора с подрядными компаниями, и с поставщиками материалов по старому курсу. Они будут продавать какое-то количество квартир, именно могут, вернее, продать. Но все остальное они будут пересчитывать уже по новому курсу. Стоит ждать существенных скидок именно на новостройки, на неликвид. То есть, если какой-то объект построен, допустим, там, жилой комплекс, распроданы большинство объектов. А те квартиры, там, которые, или коммерческая недвижимость, которая не продавалась, за нее высокую стоимость просили. Вот на эти, в принципе, застройщики снижают. Потому что застройщику очень важен постоянный поток клиентов, то есть, заключенных договоров. Им нельзя останавливаться, потому что, ну, есть, у большинства есть, у многих нету какой-то запас, подушки, на которой они будут, так скажем, работать. И плюс еще, допустим, я изучал опыт российских. Российские сказали, что тут ситуация у них, когда был тоже, сдевальвировал рубль, у них 70% отечественного материала, 30% импортного. И многие даже говорят, что, в принципе, если за счет того, что подрос рубль, подорожают квартиры. Но с учетом коронавируса, в любом случае, они как-то отыграются, какое-то время будут держать. Но когда это все пройдет, возможно, что немножко в рублях цена вырастет. То же самое может быть и у нас. То есть, застройщики через какое-то время поймут, когда эта вся, так скажем, ситуация с пандемией пройдет, будет отложен спрос. Многие пойдут в пользу, так скажем, начнут уже принимать решения, приобретать, и уже застройщики могут этим воспользоваться. Хочу всем рассказать очень важный нюанс. У меня даже есть знакомый, который писал свою дипломную работу и, в принципе, научно доказал, что ни стоимость нефти, ни курс рубля, ни что так не влияет на стоимость недвижимости, как поведенческий характер. То есть, если, допустим, какая-то проходит информация, что завтра подорожает квартира или в Минске больше строить не будут, народ активно начинает бежать скупать, соответственно, один перед одним подымает цены, застройщики пользуются этим или еще кто-то. То есть, статист срабатывает и здесь больше, чем все остальные факторы? Да, 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 потому что, ну, как бы в недвижимости понятно, что недвижимость инертна. Допустим, вот завтра перестали ходить в ресторан, и все там рестораторы взяли, порезали цены пополам. В недвижимости такое не будет. Если завтра там наступит какой-то еще кризис, соответственно, цены сразу не обвалятся. То есть, они будут постепенно снижаться, а может быть, пока они будут снижаться, так скажем, уже выровняется рынок. Поэтому колебания будут незначительные. Я могу сказать, что на недвижимость очень сильно влияет именно вот поведенческий характер. А чтоб цены были, обрушились на недвижимость, это только если будет какой-то супер-мега-глубокий кризис, тогда через каких-то там полгода или год, тогда цены могут конкретно упасть. Ну, либо уже крайний вариант – это война. Когда война, тогда вообще недвижимость обесценена. Все. Других факторов, даже в 2008 году, когда цены вровненько на 50% после кризиса упали, то уже к 2014-2015 году рынок отыграл. Ну, грубо говоря, кто купил квартиру и считал, что он там купил дорого, то многие, так скажем, не потеряли, они все равно цены вернулись. А в силу того, что сегодня, в принципе, все держат накопление в валюте, то кто планировал купить квартиру, у него валютные, ну, грубо говоря, деньги в валюте, ему без разницы. Ему, может быть, даже сегодня и выгоднее купить, потому что он может прийти застройщику и диктовать свои условия. Что я готов купить такую-то квартиру за такую-то цену или по такому-то курсу. И если застройщику, в принципе, нужны будут какие-то финансовые вливания, они там будут уже сами оценивать свою финансовую ситуацию, то можно купить объект по очень выгодной цене. Я помню, по опыту 2008 года у нас клиент купил на Немиге по 800 долларов метр квадратное помещение. Сейчас они стоили в районе трех. То есть вот представьте, какая разница. Да, то есть тогда было нужно срочно деньги, чтобы бизнес там, на бизнес. И, соответственно, он одолжил эти деньги под процент, но тот клиент не вернул, и это осталось у него в собственности. То есть это к чему? Что если кто-то планирует сегодня инвестировать в недвижимость, выбирайте подходящий объект и, в принципе, предлагайте свою стоимость. Потому что вот именно то, что на средствах массовой информации, там, что все плохо, все экономика останавливается. И это приведет к тому, что более сговорчивы стали продавцы. Даже вот агенты часто говорят, что люди не хотели снижать. Очень тяжело. Сейчас звонишь, объясняешь, говорят, да-да, давайте снижать. Ну типа продавцы там и так, да, уже? Да, и продавцы, и продавцы очень дают хорошие, в принципе, скидки. То есть, ну, чтобы вы понимали, допустим, дача за 7 тысяч. 7 тысяч – небольшая цена. Люди, когда звонят, говорят, надо снижать, может, выставим за 5, говорят, давайте за 5. Раньше бы они там максимум бы уступили там 100-200 долларов или 500. Сказали, давайте на 500 опустим. То есть сейчас сразу 2 тысячи сразу сняли. То есть, как бы это влияет именно. Но когда это пройдет, то люди немножко разберутся, что, в принципе, не все так страшно. Дело в том, что все боятся, что кризис, кризис. Но кризис в том, что мы просто не тратим деньги, сидим дома. Соответственно, кто-то не зарабатывает, а кто-то не тратит, а кто-то не зарабатывает. Вот как только мы начнем тратить деньги, начнется, так скажем, у всех положительное настроение, и, соответственно, пойдут сделки. Но я еще наблюдаю пару заявок от клиентов. Многие сейчас в связи с тем, что доллар наращивает, Америка наращивает выпуск именно долларов, доллар обесценивается, многие боятся, так скажем, иметь накопление именно в валюте или в евро, то многие могут инвестировать. То есть я даже вижу, что многие клиенты начинают задумываться о каком-то вложении. Но если кто-то планирует инвестировать, то инвестируйте в коммерческую недвижимость. Даже можно смело там офисы, торговые и все остальное. То, что сейчас показывают пустые, это временно. Коммерческая недвижимость, ты говоришь, но это все-таки выгоднее, да, чем сдавать квартиру, сдавать под офисы. Однозначно. А кто-то сейчас скажет, ну окей, вот сейчас все там закрываются, посмотрите, что происходит с арендодателями, да, все съезжают. Кто-то говорит, что да, на мул на половину пустой, там все магазины снефали, все закрылись. Или мы просто думаем о том, что эта ситуация непостоянная, и все изменится, и все равно офисы будут нужны всегда, и все равно это выгоднее все-таки, чем квартиру давать. Ну, да, смотрите, в недвижимости очень важный факт, это уникальность его. Вот если завтра данный амол выставит на продажу свои помещения, то я думаю, что там выстроится очередь из инвесторов, то есть. Ну, это тоже самое равносильно сказать, что я не буду ходить к парикмахерскую, буду встречаться дома. Там вот сегодня же много продается, посмотрите, парикмахерские пустые. Нет, люди все равно, торговые центры ничем не заменишь, а особенно проходные места. Понятно, там сегодня нет потока людей, и тем, допустим, кто арендует, им проще съехать оттуда на какое-то время, но через там 3-4 месяца люди засидятся дома. Да, конечно, однозначно. То есть вот эти тропы, которые, они останутся. Я даже могу сказать, я общался с одним человеком, он говорит, купи где-нибудь в Европе, в исторической части магазин или торговое помещение, ты не найдешь ничего. Потому что там все уже скуплено либо инвестфондами определенными, либо уже целыми семьями, которые выкупают этот центр, особенно где туристический поток. И они просто сдают, это самое выгодное, потому что там есть постоянный поток. И здесь то же самое, если какой-то сегодня поток умер, соответственно, подешевела эта недвижимость, ее очень выгодно купить. То есть я считаю, что сегодня время именно для покупателей. А рынок в любом случае восстановится. Это однозначно. И я даже скажу больше, если раньше кто-то думал, особенно там программисты, особенно там люди, которые там, ну, рынок, была ситуация открытых рынков. То есть я собрался, поехал на Кипр, работаю там, и все понимают сегодня, ты можешь уехать куда угодно, но лечить тебя будет только в Беларуси, если что-то случится. Да-да-да. Было, я не помню, сколько там. Девять. Это, возможно, через какое-то время немножко будет стимулировать. Вот, значит, ну, закончу про застройщиков. Застройщиками беседуйте. Значит, ни в коем случае сегодня не нужно вступать именно к застройщикам в новые проекты, потому что с учетом там курсов и всего остального, девальваций, новые проекты могут не достроиться. Так, соответственно, то же самое было вот как в 2014 году или в каком, я не помню, или в 2012-2013 году, когда вот строили Топас, не Топас, Томбас строил жилой дом Тургенева и вот Богдановича. Так, они тогда очень сильно продавали, как раз тогда тоже курс спрыгнул, это вроде бы 2012 год был. Курс спрыгнул очень сильно, а они еще продавали по старому курсу. И у меня даже знакомый купил там квартиру, говорит, вот, классно, потому что у него были типа белки на руках, надо срочно куда-то вложить. Так вот, этот застройщик сейчас этот дом не достроил, и они сейчас вот там судятся и все остальное. То есть, вот такие проекты, когда застройщик принимает по очень дешевой цене, соответственно, может говорить о том, что либо у него просто катастрофическое тяжелое финансовое положение, и ему хоть каких сейчас денег, чтобы не остановить, а дальше посмотрим. Вот в такие проекты не стоит вступать, то есть нужно очень, так скажем, оценивать именно самого застройщика, то есть чтобы у него была подушка. А лучше, как я говорю, вы посмотрите, что он строит еще. То есть, если он строит только этот дом, ну, единственный там у него проект, то это стрёмно. А если он строит ваш проект или достраивает дом, где вы хотите купить, но уже начал другой, соответственно, тут уже бояться нечего. Ну, значит, за чужие деньги, деньги других дольщиков с другого проекта он здесь точно достроит. Да, ну, это, по сути, как пирамида. Ну, это принцип раньше был, то есть многие так и делали. То есть они собирали деньги с первого дома и закладывали еще там несколько котлованов. И уже постепенно распродавая другие дома, они продавали, достраивали первый дом. Вот, поэтому первичка немножко просядет. В России очень сильно, на 15% эксперты все предсказывают, что она упадет. То есть 15% в принципе для недвижимости это много. Вот, в России. Но не стоит забывать, что в России все в рублях. Поэтому, как бы, оценивают. И в России очень большой процент недоверия к застройщикам, потому что там даже самые крупные застройщики, так скажем, падают. Поэтому в этом году, вот, когда случилась девальвация, я общался с несколькими там ребятами. Они говорят, что у нас очень большой спрос, просто такой, мы, говорит, не ожидали. Именно на участки и на строительство, на проектирование на строительство. То есть в России были что-то тоже на участки? Да, в России дикий бум на стройку. То есть там строят загородные дома. Потому что все понимают, что, в принципе, застройщик может обанкротиться, а дом я могу построить и жить в нем. Или на каком-то этапе остановить стройку и, в принципе, без гарантии того, что я потеряю эти деньги. Ну, у нас ситуация уникальная. У нас, как бы, Беларусь. Мы поэтому не сильно привязаны к Москве. Но то, что есть в Москве, мы там, как раньше, через 5 лет повторялось и у нас. Ну, тут уже, в принципе, я думаю, что, возможно, застройщики будут снижать стоимость. Вот. Я думаю, что в пределах 5-7% они снизят до 10%. Но я думаю, что многие будут просто выжидать и смотреть по рынку. Потому что сегодня все друг на друга смотрят. И если кто-то начнет снижаться, то, соответственно, повалятся и все. Но я так предполагаю, что между ними, как-то, так скажем, негласно. Так, париклась? Ну, есть определенный какой-то порог, ниже которого они просто не хотят опускаться. Потому что некоторые объекты, допустим, в том же, как раньше, в Витебске строили там 800 долларов метр квадратный. В Минске такой же дом стоит там меньше, чем 1300, там не найти 1200. Ну, раскидывать на то, что земля дороже и все остальное, ну, понятно. Но что касается там государственных, допустим, там то, что Мопит строит. Ну, в любом случае, я думаю, что спрос немножко может сохраниться. Именно за счет того, что многие поприезжали, повозвращались. Вот. Плюс многие, кто именно планировал, они сейчас сидят на деньгах, ждут, выжидая ситуацию. Но если все будет хорошо, то, соответственно, это будет отложено спрос, и они пойдут. Застройщики обрадуются, подумают, что спрос высокий, надо немножко цены поднять, либо также держать, не опускать. Подержать, да. Да, тут два сценария, надо смотреть. Что касается именно вторичной квартиры, ну, тут вообще рынок очень инертный. То есть в плане того, что если даже кто-то 2-3 человека снизит стоимость, то остальные могут не снижать и держать. Соответственно, будут покупать. Ну, сейчас как такового рынка нету, люди очень так неохотно ходят на показы, смотрят. Ну, и, соответственно, то, что сейчас многие запускают какие-то там онлайн. Ну, онлайн-онлайн, но все равно пока по квартире не походишь, не посмотришь, это не купишь. Да, поэтому как бы технологии все равно не поменяют, так скажем, традиционный образ покупателей, и покупатели все равно будут ходить. Я думаю, что вот уже в мае начнут ходить по показам. Но я, значит, прочитал, что выставлено было вот в... Получается, выставили на продажу. И мне кажется, что это привело к увеличенному спросу. И возможно, что многие начнут оперативно демпинговать по стоимости, снижать стоимость. И немножко назад, именно на вторичные квартиры должна цена упасть. То есть она 100% упадет, потому что все-таки поведенческий характер, какой-то корпоративной сговоренности нету, как у застройщиков. Поэтому многие, у кого деньги для бизнеса, для еще чего-то нужно будут. Поэтому эти люди будут снижать, а, соответственно, за ними и потянутся квартиры с аналогичными типовыми качествами. Дима, извини, как сильно, вопрос у нас, как сильно будет падать метр квадратный? Олег, вы имеете в виду на вторичку или в новых, как сильно будет падать на метр квадратный? Ну, вроде как мы определились, да, что с первичкой не особо-то оно и упадет. Ну, первичку могут они снизить застройщики, но они будут, они не сразу будут, они к этой цене пришли очень так тяжело и сложно. Поэтому они будут там, это раньше снижали цены и демпинговали. Вот кто демпинговал, снижал цены, тех, грубо говоря, отжали с рынка. Сейчас застройщики держат только цену, им проще прогредитоваться в банке или там дать какой-то льготный кредит или рассрочку, чем снижать стоимость. Поэтому застройщики сегодня конкурируют не ценой, а какими-то дополнительными там акциями по лизингу, по скидкам на квартиры, по рассрочкам и иным каким-то финансовым способам. Вот, а вот касаемо вторичного рынка квартир, да, частники будут снижать и постепенно, ну, то есть сразу такого обвала не будет. То есть, что вот обвал будет тихий, как я его называю. Дим, сколько сегодня, на сегодняшний день метр квадратный вторички в среднем, ну, нормальных квартир? Ну, хороших где-то до этого тысяча две, где-то тысяча две, то есть тысяча девятьсот, вот с ремонтом с хорошим где-то до двух тысяч доходить. Так же стоит, по сути. Первичка тысяча триста пятьдесят хорошая, тысяча четыреста, то есть элитная, элитная первичка стоит не меньше двух, да. Все, что средняя первичка, она стоит тысяча триста пятьдесят, тысяча триста семьдесят, ну, в этом ключе. По стоимости, допустим, вот именно на вторичка, я думаю, что просто мы заметим, так скажем, стоимость снижения цены только через пару месяцев. Когда многие посидят там три месяца без показов там или месяц и уже начнут звонить своему агенту или который скажет, что давайте снижать, тогда вот мы и увидим. Но они уже есть эти скидки, то есть если вы что-то, допустим, посмотрели, то можете смело к продавцу предлагать цену меньше, и он, возможно, что согласится. Да, свою стоимость, то есть это будет, так скажем, ваша скидка или там дисконт, но он будет, так скажем, неофициально тихий. Ну, как бы нигде не фигурирует, но он, это дисконт есть, потому что, я же повторю, что люди напуганы и многие просто хотят выйти в кэш. Сейчас проблема не в том, что сейчас самый ликвидный товар, это, так скажем, наличные деньги. И какой-то период сейчас все нуждаются в этом кэше, но через какое-то время этого кэша будет много, и, соответственно, и многие не будут торопиться, и не будут так снижать стоимость именно на свою квартиру, потому что непонятная еще ситуация, что там с еврозоной будет, это евро не будет, там развалится. С долларом тоже непонятно, что доллар девальвирует, их напечатают просто бумагу, и народ активно, тот, кто вот, я знаю, что, вы даже сравните, вот посмотрите, кто именно состоятельные люди, вот миллиардеры, у нее же там деньги в основном все в активах, то есть какие-то недвижимости, гостиницы, торговые, логистические, бизнес-центры, там, заводы, какие-то предприятия, то есть поэтому в этом случае я могу сказать, что именно недвижимость всегда была и есть с лучшим вложением инвестиций. Но, повторюсь, чтобы она была доходной, это нужно очень четко подбирать, потому что, чтобы вы понимали, что вложить деньги в загородный дом – это пассив, то есть никогда он не будет приносить, он будет, наоборот, только тянуть, потому что нужно сделать… И не продашь его за сколько, за сколько вложил никогда? Да, не продашь однозначно, потому что, чтобы продать дом, ну, как бы, всегда надо на чем-то экономить, но ты, если строишь для себя, ты не экономишь, поэтому… Да, плюс дома устаревает, архитектура меняется, ремонт устаревает, плюс нужно постоянно подделывать, сдавать в аренду тоже тяжело, потому что покупателей, ну, арендаторов таких очень мало. Вот, если бы я инвестировал, я бы, скорее всего, инвестировал в какую-то торговую, коммерческую недвижимость, то есть именно ликвидную и смотрел бы на локацию, вот, потому что это всегда будет давать доход. Вот, даже просто тупо купить квартиру, это выгоднее, чем инвестировать там загородный дом. Но квартиры сдавать сейчас же, опять же, я говорю, что вот, рынок туристы перестали, суточные квартиры перешли в долгосрочную, либо выставлены на продажу, то есть определенный объем квартир увеличился, поэтому, когда рынок это все переварит, как бы, будем смотреть по ситуации, но простимулировать, так скажем, потребление может только какие-то внешние факторы, то есть внешний фактор это либо колебания с какими-то валютами, то есть что-то случится, тогда может быть. Но мы ждем это давно, возможно, что это и будет, потому что про кризис мы тоже слышали давно, но вот он случился, так. И могу сказать, что еще, собственно, наблюдение, что более, в этом году, мне кажется, будет больше спрос именно вот на недвижимость, то есть вырастет по отношению к прошлому году, потому что все-таки люди перестанут тратить, перестанут, ну, я имею в виду, за границу вывоза меньше будет, то есть все-таки это тоже надо учитывать. У нас, насколько вот я смотрю, у нас очень много, раньше вот мы в Айтили там покупали за границей машины, то есть как только там поднимают растаможку, объявили, что до первого там июля или до первого января, не помню уже, там льготная растаможка, все, рынок недвижимости умер, все покупают машины. Все ломанутся машинами? Да, да, то есть пока эти машины переварятся, пока эти деньги эти вернутся на рынок, вот, но сейчас наоборот ситуация, то есть сейчас уже никуда за границей ничего не купишь, отдыхать не поедешь, все какие-то дорогие траты тоже люди отложат, и, соответственно, будут задумываться о собственном там огородике, о какой-то своей территории, где можно действительно пересидеть, потому что раньше, даже по прошлому году, очень сильный был спрос, и мы думали, кому эти дачи будут нужны, если за эти деньги он собрался, уехал на море, отдохнул, чем ты будешь сидеть на этой даче. Вот, поэтому в этом году все будут именно на загород ориентироваться, но в то же время, кто и в Европе, тот тоже поймет, что лучше иметь квартирку здесь, нежели там где-то в Польше, потому что, если что случится, так скажем, ты здесь эту квартиру издашь, и в ней можешь пересидеть, а там ты уже, может, закроешь сейчас на три месяца, на карантин, и не попадешь. Поэтому многие, кто зарабатывает деньги в Европе, будут оставлять их в Беларуси, не вывозить. Плюс хочу еще подчеркнуть, что со стороны России, возможно, в этом году будет восстановиться спрос. Почему? Потому что многие россияне повозвращались с разных стран, в этом году навряд ли куда-то поедут и будут искать, где отдохнуть. А насколько мне известно, в России, так как у нас агроусадеб, не сильно много таких баз. А здесь любимая Белоруссия под боком. У нас, кстати, Дима есть сейчас в слушателях, москвичи, и Питер там у нас есть, да. Поэтому, да-да-да, все к нам, welcome. Да, к нам welcome. И я могу сказать, что мне уже даже звонят клиенты состоятельные, там, по дорогим домам, вот, спрашивают про дома и обязательно спрашивают, а что у вас с коронавирусом. Я говорю, ну, у нас как бы он гипотетически где-то есть, но мы его не видим. Да, у нас его нету, да. Поэтому, как бы, в этом плане даже я скажу, что вот мы можем ждать уже даже на майские праздники именно спрос со стороны именно клиентов с России, это будет однозначно. То есть, у нас агроусадеб много, у нас это поддерживалось, но в какой-то период времени внутренний спрос умер, клиенты из России поменяли на приоритетные направления, там, Турция, Египет, еще куда-то. Но в этом году, я думаю, что наши именно собственники агроусадеб, санатории, там, и чего угодно, в этом году будут крайне... Сдапируют. Да, да, да. Ну, это хорошо. Соответственно, я помню дальше, что вот в прошлом, до 2008 года, очень много было отдыхающих в санатории Нароч, так мы прямо в санатории садили агента, ну, как бы, такую стойку сделали, потому что очень многие отдыхающие, вот, они, как бы, там, 15 дней, там, или сколько, и в санатории, и они просто ходят в близлежащие какие-то деревни, и говорят, ой, как нам нравится тут, мы что-нибудь тут купили. Да? И очень много, да, и очень много обращались вот на рецепшн, а на рецепшн или сжали наши визитки, и мы, в принципе, были довольны. Это самая лучшая лидогенерация была, чем какие-то рекламы и все остальное. Поэтому, если сегодня кто-то приедет сюда из России отдыхать, посмотришь, что тут тихо, спокойно, комфортно, хорошие продукты, и, соответственно, многие будут... Такая прекрасная сторона, да? Да, без коронавируса. И многие здесь начнут что-то покупать. Кстати, хочу подчеркнуть, вот я именно изучал вопрос, для граждан России будет оказана такая же медицинская, экстренная медицинская помощь, как и белорусам. То есть, там есть соглашение между нашими странами, вот если, допустим, что-то случится, то им оказывают экстренную медицинскую помощь бесплатно, вот, до того момента, пока их жизни ничего не угрожает, и после этого уже на дальнейшее лечение отправляют в свою страну. Поэтому те, кто боятся, что... Это немаловажно, да? Да, те, кто, что боится... Особенно когда с детьми приезжают маленькими. Я посередине. Да, да, да. Когда едешь с детьми, первое, о чем ты думаешь, это о медицинской помощи, как она будет оказана, и насколько она качественная вообще. Да, да, поэтому смело можно приезжать, не бояться, поэтому я думаю, что россиян также будут лечить, как и белорусов. Поэтому вот такая ситуация. Ну, будем надеяться, я думаю, что, в принципе, мы не сильно так, ну, то есть агентство не закрывается на карантин, мы там придерживаемся, то есть протираем там все лестницы, там протираем ручки, специально сделали распланировку столов, чтобы было, так скажем, соблюдалось расстояние. Да, ну, чтобы сказать, чтобы мы сидели без работы, ну, такого навряд ли. То есть агенты, понятно, некоторые, кто не ходят, они больше там дома и показы. Кто-то, кому нужны задатки, какие-то сделки, те приходят. Вот. Был период, сейчас немножко сорвалось очень много сделок у нас, именно кредитных сделок. Людям по, именно в рублях кредиты не одобрили. То есть, ну, я думаю, что, да, вот, но это вот именно касаемо квартир. Но я думаю, что через какое-то время, вот я недавно вычитал, что уже запускают совместно с Беларусьбанком, вот, даже какие-то вот есть застройщики, у них под 9% есть. То есть это очень дешево. В рублях я имею в виду. То есть поэтому многие, так скажем. И плюс я посмотрел статистику, очень сильно вклады уменьшились. То есть люди перестали в долларах вклады вносить, потому что боятся. И могут там какие-то у людей мысли быть, что могут там, как раньше я помню, что говорю, ой, мало ли счет там арестуют, или проблемы с этим долларом. А тут я как бы на бумажках сижу. Но вот кто сидит сейчас на бумажках, через какое-то время они забоятся на этих бумажках, потому что бумажки – это бумажки. Как бы бумажки не превратились в тыкву. Да, да. То есть я смотрю, что даже в России вот многие там начинают в золото. Вот я даже общался с несколькими такими состоятельными клиентами. Те говорят, конечно, да. Если нету возможности купить недвижимость какую-то, допустим, там, ну, или ее уже хватает, то многие, конечно, инвестируют в золото. Это самое выгодное. Вот. Но в то же время, ну, золото выгодно тем, что пошел продал, купил продукты. Недвижимость полквартиры не спилишь и не продашь. Но это долгосрочное, поэтому я думаю, что все восстановится и будет рынок. Ну, соответственно, сейчас спрос на загород, на квартиры меньше, на квартиры цены немножко припадут. И тем, кто хочет купить, пользуйтесь этим, покупайте. А особенно, кто хочет заинвестировать, отслеживайте хорошие потоковые места, они будут всегда выгодны. Это однозначно. Не стоит бояться, что там какой-то детский центр закрылся, они разорены. Ну, этот детский центр разорился. Через полгода придет новый. На это же место. И построит на это же место, да. То есть это в любом случае просто какой-то передел рынка. Вот, поэтому я думаю, что хорошие ходовые места всегда будут. В недвижимости три правила. Это локэйшн, локэйшн и еще раз локэйшн. То есть если у вас локация, как говорили в Москве, в пределах там садового кольца, купи что угодно, поставь точку, там чебуреки, пирожки, все что угодно, выгодно будет. Там даже, ну, бабку с семечками поставь, и то будет выгодно. То есть будет. Поэтому здесь то же самое. В Минске все, что вот внутри, в хороших местах, оно будет выгодно всегда. Но сейчас за счет того, что рестораны банкротятся там, не могут, соответственно, многие будут продавать. Надо покупать. В июле уже будут там толпы ходить, это я гарантирую. Соответственно, люди, наоборот, засидятся, деньги потратить захотят. А как раз вот на самом деле все говорят, что вот кризис, кризис, а не кризис, мы просто сидим дома и накапливаем деньги. Ну, понятно, что всех отпустили там за свой счет. Многие сейчас говорят, все, за свой счет отпустили на месяц. Это, по сути, республиканский, хорошо организованный республиканский отпуск. Грубо говоря, всей страной ушли на месяц отдохнуть. Но через какое-то время, мы же все равно вернемся. Вот если бы мы сидели там на полгода, неоплачиваемые отпуски, тогда можно сказать, что да, все, мы проели все свои. Да, а так еще пока мы еще сидим на деньгах, то, соответственно, если все это быстро закончится, то мы начнем тратить свои деньги и экономика, ну и даже не экономика, а оборот денег в природе восстановится, и поведенческие характеры людей, и настроение восстановится, и, соответственно, подрастут цены. Ну или восстановятся. Но сейчас пока цены их планы уснижаться. Вопрос. Ольга нам задала, каких застройщиков сейчас нужно обходить стороной? Есть ли такие застройщики у нас в Минске, которые в черном списке? Не знаю. Мне кажется, таких нет. Или есть те, кто накосячил, и лучше туда не надо? Ну, те, кто накосячил, тех уже, грубо говоря, выбросили с рынка, да. Вот, но надо смотреть, я же говорю, что даже если он косячный застройщик, смотрите, что он строит еще. То есть если он, понятно, что новенький или только начал, но я не приписываю всех, что все новые, кто пришел сейчас на рынок, они там не застроят или разорятся. Наоборот, может быть, они будут сейчас больше, так скажем, ну, уменьшать свой процент заработка, когда они готовы работать за меньшую маржинальность, потому что у них рекламный бюджет меньше, и все остальное. Поэтому им будет более, так скажем, проще демпинговать по стоимости, чтобы увеличить свой, так скажем, процент продаж. Вот, почему? Потому что там БАС тоже был крупный застройщик, и никто не мог даже предугадать, что он, грубо говоря, там обанкротится. Но тут, в принципе, я могу сказать, что надо смотреть, ну, портфолио тоже люди могут, многие построить там много... Да, сомнительно. Дима, а вот нам пишут, что есть какой-то застройщик, я не слышала такого, АМ, апрель. Апрель, ага. Ну, надо смотреть, да, надо смотреть, что они строят, я тоже, по крайней мере, таких не слышал. Какие-то, какие-то малоизвестные, какой-то застройщик. Ну, да, наверное, тогда нужно смотреть вот историю, действительно, да, что строят еще, если это один домик, может быть, лучше поискать все-таки кого-то по-надежному. Мне кажется, у нас так много сегодня крупных надежных застройщиков, и такой выбор хороший. Да, да. И лучше покупайте уже, что построено, то есть, ну, где уже видно финальная часть, на этапе котлована, там, или еще какой-то низкой стадии. Там вообще непонятно будет качество застройщика. Очень тяжело, ну, даже не качество, вопрос станет, достроят ли они достроят, не достроят, то есть, что там, как бы хватит у них силы, и времени, и денег на это. Вопрос. Я бы сегодня покупал бы какую-нибудь там, именно уже где построены дом. Вот. Я еще, кстати, вот в плане того, что хотела пару слов сказать по поводу застройщиков, покупки. Да. По сути-то, мы даем свои деньги застройщику на этапе. Он, грубо говоря, строит за наши деньги. То есть, вы сегодня влазите на этапе, там, котлована, и два года ждете. Особенно мне вот нравится, когда вот раньше, до этого в России были там супер-мега-консультанты, которые говорили, что вот, вложи там 30%, остальное возьми ипотеку, влезь на этапе котлована, построй там двушку или трешку, раздели на апартаменты, сдавай, и с этих апартаментов, типа, плати там вот эту ипотеку, и все остальное. Ну, если просто подумать логически, если ты влазишь в ипотеку, на этапе котлована, дом строится там полтора-два года, кто будет платить? Раз. Во-вторых, все будут делать ремонты. Вот, это что же нужно учитывать? Третьих, во-первых, все начнут, когда делать ремонт, шум, гам, и никакой арендатор туда не пойдет. То есть, проще купить, как вот у нас, допустим, инвесторы покупают Сталинку в центре Минска или где-то, делят ее на апартаменты и сдают. То есть, если кто-то инвестиционную недвижимость хочет купить, или квартиру под сдачу, там, или еще что-то, то лучше покупать а лучше покупать именно уже, что построено, чтобы вы завтра могли уже сдавать. Потому что, на самом деле, рынок аренды сейчас ожил. То есть, у нас как бы нету отдела аренды, но вот я наблюдаю, общаюсь со специалистами, очень много обращений. Почему? Потому что, опять же, человеческий фактор. То есть, допустим, звонит арендатор своей, грубо говоря, как они говорят, хозяйке, говорят, видите, кризис там, доллар подскочил, снизьте мне кварплату. Она скажет, нет, или там, снизи чуть-чуть. И, как правило, говорят, не нравится, съезжайте. Так вот, очень многие посъезжают, и посъезжают более сговорчивым, так скажем, арендодателям. И могу сказать, именно, кто сдает в аренду сейчас, идите на уступки. То есть, лучше месяц-два перетерпеть, не потерять клиента, чем потом полгода, или там, пару месяцев сидеть, ждать своего арендатора. Поэтому, в этом случае, покупайте для инвестиций уже готовую недвижимость, которую проще завтра сдавать. Поэтому, учитывайте фактор, именно того, что локации тоже, чтобы сдаваться в хороших районах. Ну, сейчас хотят, основном, снимать, что-то новое, современное. Никто уже, как говорит, эти бабушатники ехать не хочет. Поэтому, особенно молодежь, почему у нас вторичка просела? Потому что молодежь, ну, как бы, поменялись, так скажем, потребительские требования к жилью. То есть, уже люди хотят чистые подъезды, камеры, детские площадки, вело, там, какие-то там, дорожки, или там, для бега. То есть, в этом плане, застройщики молодцы. цена? Ну, как правило, ну, как правило, я лучше переплачу дороже, но у меня будет чистый подъезд, камера, детская площадка, там, воркаут, и для велосипедов, там, стоянка, чем я буду жить где-нибудь в центре, и там не будет ничего и опасно выйти с ребенком, потому что везде, там, нагажено собаками. Вот. Поэтому, вот, в плане этого будет немножко трансформироваться. В России тоже давно поняли, там, есть программа реновация, то есть, они в хороших местах, они не начали расширять там, они начали сносить, грубо говоря, старые дома и строить вместо них новые, хорошие, с хорошей инфраструктурой. То же самое и у нас, то есть, застройщика оцениваете именно по тому, именно не застройщика, а именно новостройку, уже построенную, оцениваете по инфраструктуре. Угу. Так, вопрос, да? Да, цена по объявлениям на вторичку бывает больше, чем у нового современного застройщика. Да, да, есть такое иногда. Ну, опять же, я же говорю просто, застройщик продает 100 квартир или 200, да? А вот этот, грубо говоря, одинокий продавец, вот он считает, что у него супер уникальный объект и таких объектов нету. У нас жил ремонт 200 тысяч евро и надо как-то это теперь выдачать. Да, у нас есть, у нас есть там клиент, как моя бабушка, она прямо, вот мы как заехали в офис в Новый, на Сурганово, она к нам пришла, там, приценилась, вот, сказала, 70 тысяч, моя однокомнатная квартира там стоит на втором этаже, в пятиэтажке. Так вот, и до сих пор она считает, что эта квартира ее супер-мега уникальная, и она меньше 70 стоить не может. И вот она уже там лет 9 ее продает, эту квартиру. Поэтому вот на таких не стоит обращать внимание, их рынок или ситуация когда-нибудь опустит. Но если вам понравилось, вы просто отслеживайте эту квартиру и когда-нибудь до него дойдет. Я помню, что вот очень было много сделок, когда, допустим, вот, когда кризис был восьмого года, я помню, но там была ситуация пострашнее. То есть там в один момент просто все телефоны замолчали просто. Я иногда просто брал трубку и слушал, что не перерезали нам линии, потому что у нас было там 18 телефонных линий, мессенджеров тогда сильно тоже не было, и были в основном, ну, телефоны разрывались. А тут такое чувство, что просто перерезали провода. И да, и мы сидели, смотрели, грубо говоря, там какие-то там фильмы, газеты читали, и иногда забегали продавцы, говорили так, полтора миллиона дом, как сейчас помню, он говорит, все, 900, выставляйте, мне срочно нужны деньги. То есть полтора миллиона стоял, и он за 900, 600 тысяч скидка. Да, то есть он выставил за 900, в итоге там продался через там два года. Я могу сказать, что даже сегодня, если, допустим, кто-то хочет резко продать квартиру, он может выставить очень дешево, и не факт, что ее купят. У меня было предложение от клиентов, они продавали квартиру, им очень срочно нужны были деньги, это вот начало марта, конец февраля, они снизили ее там на 20 тысяч долларов. Я предложил там трем инвесторам, и вот видать, им повезло, или инвесторам, или этим людям, ну сразу даже никто не решился, то есть все, исходя из этой ситуации, все немножко притормозили. Поэтому не факт, что если вы завтра просто на 50% снизите стоимость, вы ее продадите, ваш объект. То есть нужно все равно какое-то время, когда, ну так скажем, процесс... Но кто будет снижать именно по квартирам, тот будет продаваться в первую очередь. То есть кому горит продажа, тот будет снижать. Кто не будет снижать, то, соответственно, он продастся, возможно, позже. И возможно, что дешевле, либо наоборот, по той же цене. Дима, у нас заканчивается время. Спасибо большое. Хочу вот ей поблагодарить. Я думаю, что это очень информативно на сегодняшний день, да, для многих было. И, друзья, можно будет... У нас эфир будет сохранен, как обычно. И мы выложим записи в IGTV. Пишите свои вопросы, если они возникнут. Ольга, спасибо большое. Пишите вопросы, если они еще возникнут. Их и Дима увидит. Я постараюсь, чтобы Дмитрий увидел. И я думаю, ответить на все вопросы. В любом случае, Дмитрия можно всегда найти в агентстве Загородный дом, да, и туда обратиться. Вот. Поэтому там вам всегда дадут хорошую консультацию. Я в этом абсолютно уверена. В этом агентстве можно не сомневаться. Друзья, это не реклама, это мой личный жизненный опыт. Да. Да, поэтому спасибо всем, кто был с нами. В общем, вывод такой, что, по-моему, ничего страшного сегодня не происходит. Покупаем домики в деревне, сажаем картоху. Да, да. Курочек и лето как-то перекантуемся. Да, кстати, в России ввели запрет на продажу ограничения по зерну, в Беларуси ограничения на продажу чеснока, ну, то есть продуктовая безопасность. Поэтому египетской картошки не будет, надо садить свою. Да, поэтому, друзья, вспахиваем газоны и погнали сажать картофан на свежий воздух, и там вам и фитнес заодно будет. Все, буду сохранять эфир, боюсь, чтобы нас не выбросило. Минуточку, сейчас скажу, минуточку. Я в ближайшее время сделаю телеграм-канал и буду публиковать горящие предложения, то есть потом, возможно, кто захочет купить какое-то, будут иметь возможность получить их сразу. Все, всем спасибо, да, до свидания. Да, все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok